ас-саламу алейкум всем добрый день вот решил записать видеоролик с какими разъяснениями но и призывом суть ролика касается случая который произошел 3 сентября в городе анапа значит и вызвал общественный резонанс значит участниками данного случая события значит явились двое ребят на жители чечни один из них заурбеков зелим хан 2 руслан значит два парня приехали в анапу приехали в анапу отдыхать но они думали что они граждане российской федерации что они могут заехать в анапу они же не знают что им этого делать нельзя что они люди второго сорта они не в курсе этого поэтому взяли да здорово приехали значит ли я в анапу отдыхают там значит в 3 3 числа вот в этой кафешке значит сидят с показаний значит объяснение которое дает официанты все кто в этой кафешке работают ребята себя или очень достойно ни одного лишнего там момента короче говоря что-то поели выпили кока-колу абсолютно трезвые а свидетельство не уже есть все есть значит абсолютно трезвые а сидят в этой кафешке значит туда зашла девушка какая-то там она сидит значит ну зелим хан решил с ней познакомиться он подходит и говорит девушка очень красивая давайте мы познакомимся ну девушка в грубой форме матерчинной отказывает ему зелим хан говорит ну она его послала если прямо сказать он ей отвечает ну пошла тогда сама зачем так грубо говорите и идет оттуда уходит получается в этот момент подходит ее подружка которая начинает вслед кричать вообще ну если вот все свидетели это все рассказывают причем они не наши родственники они местные они работают там и они дают эти все показания о том как она грубо говорит про чеченцев она говорит как она ненавидит чеченцев видишь ли что мы чеченцы тиктокеры и что нас оказывается укропы тут мы от них беги бежим толпами и нас укропы видишь ли тут толпами как говорится но такие вещи с нами утворяют она это все озвучивает в такой форме в открытой нецензурной значит озвучивает конечно после того как я узнал про то про что они говорили для меня они девчонками не являются не хочешь ты знакомиться флаг тебе в руки сто лет и два года но говорить про чеченскую нацию говорить оскорблять значит подразделение министерства обороны российской федерации спецназ охват извините меня если бы это сделал кто-то другой значит если бы это сделала бы чеченка или чеченец мы бы сейчас пытались в отношении них возбудить уголовное дело их посадить расстрелять увидишь ли они оскорбили министерство обороны российской федерации подразделения или если бы также высказался кто-то скажем другой национальности будь он там кавказцем или еще что-то тоже было бы дело о возбуждении межнациональной розни межконфессиональной розни там такие вещи она наговорила зелимхан ей говорит зачем вы такие вещи говорите он ее не трогает пальцем он ей в грубой форме тоже говорит вы сама почему вы такие вещи говорите вы тварь вот ну там короче дословно сейчас это пересказывать на это нужны будут как говорится часы что там слово за слово но факт заключается в том что они оскорбляют чеченскую нацию оскорбляют подразделения министерства обороны российской федерации и когда этот парень зелимхан ей в грубой форме отвечает и уходит оттуда значит к нему подбегает аниматор два аниматора они же герои они же на войне на и слово находятся два аниматора и один из этих аниматоров ударил зелимхана зелимхан ему ответил значит они сцепились потом их разняли но эти индейцы в общей массе когда потасовка началась взяли вцепились в дагестанцев ребят которые работают там в охранке где-то какой-то чоп эти дагестанцы ребята их ну оторвали по полной программе сейчас же получается какая тема знаете что интересно следователь говорит что он их посадит вы у меня сядете на семь лет значит их арестовали на два месяца говорит что у него установка сверху посадить их типа это вызвало общественный резонанс вот и дальше что происходит значит двух парней задержали они абсолютно были трезвые всех дают показания кто там был что они ни в чем не виноваты абсолютно что их действительно спровоцировали значит и вот ребят посадили и видишь ли этот следователь хочет их посадить на семь лет я задаю вопрос этот Зелимхан он волонтер у нас уже три года значит имеет поощрение награды по этому поводу он волонтере три года он помогает СВО значит доставляет сюда все возможное и невозможное оказывает всяческую помощь его брат уже почти три года получается находится в зоне СВО воюет и неоднократные контузии ранения в конечном итоге получается гос награды имеет ну однако знаете как получается какая картина их взяли посадили всего лишь из-за того что они чеченцы если бы они были бы другой национальности их не посадили бы то есть получается его ударил аниматор он ему ответку дал а вот дагестанцы ребята я не хочу чтобы их тоже наказывали потому что они тоже не виноваты напрыгнули на дагестанцев дагестанцы их отправили в больницу но однако этих дагестанцев ребят вывели из дела их сделали свидетелями ну а ребят которые абсолютно ничего там критического не сделали но по национальности они совершили преступления за то что они являются чеченцами вот за это их решили посадить на семь лет знаете что интересно ну тут встает много вопросов значит две эти твари которые оскорбляют чеченскую нацию вызывая межнациональный конфликт мы их никак ни к чему не подтягиваем две эти твари которые говорят значит значит оскорбление в адрес бойцов министерства обороны спецназа Ахмат мы ничего не делаем видишь ли они русские я задаю вопрос вот нам что можно делать в этой стране мне интересно может мы тоже не граждане российской федерации мы просто не знаем что мы являемся второсортными если что вы нам объясните может быть мы поймем и не будем мы вообще никуда не ездить не заходить вы знаете самое страшное что вот в последнее время я вижу какая идет раскачка межнациональной розни в нашей стране создаются какие-то формирования под разными названиями они они же не просто так с воздуха появляются их создают наши некоторые товарищи которые сидят в власти их курируют наши спецслужбы и они призывают объединяться против Кавказа я не понял у нас в России появилась какая-то сила которая решила реально развалить Россию наверное да так я не пойму а чем мы вам не подошли то в чем проблема помешали продать родину да мы воюем против укропов кому-то это может не нравится вы нам скажите а то мы не знаем мы думаем что мы воюем за свою родину за Россию мы как-то не можем понять в какой мы ситуации оказались умирать на передовой можно если оскорбляют кого-то с другого подразделения Минобороны это преступление но если оскорбляют чеченцев как нацию и спецназ Ахмат это не оскорбление за это я не видел ни одного возбужденного уголовного дела в отношении кого бы то ни было кто обливает нас грязью ни одного дела не видел умирать можно нам на передовой но однако нам не разрешено приехать в какой-то город ну и даже если ребята ну захотели познакомиться с девчонкой так я задаю вопрос а что тут преступного то я не понимаю вас уже и знаете что самое страшное во всем том что творится и происходит что вот это вот закручивание и расшатывание России оно делается нашими какими-то властными структурами следователь который должен руководствоваться строго законом однако считает что он должен руководствоваться чьими-то указаниями единственный вопрос вот я надеюсь что каждый будет нести ответственность за те действия которые он совершает за расшатывание России изнутри я думаю что каждому придется потом отвечать наверное и знаете что самое страшное и обидное это то что вот мне пишут десятки сотни сообщений знаете как когда наши враги они злорадствуют когда они пишут мне вы вот за эту Россию воюете умираете да они у нас спрашивают вы воюете за этих русских вы пытаетесь всем доказать что вы русские я не понял вы так радостно даете этим людям пользоваться этими моментами и действительно да люди задают эти вопросы они говорят вы за них умираете мы то умираем ни за них ни за другого мы умираем за те ценности которые нам не спасло Бог мы знаем что мы на священной войне мы знаем что у нас есть очень много врагов на передовой почти такое же количество врагов находится за нашими спинами и мы это осознаем мы понимаем как вот наши враги нас ненавидят им не нравится то что мы можем противостоять врагу что мы делаем так результат что мы не бросаем позиции им не нравится что мы вот так героически сражаемся за Россию которую они в душах уже давно продали и конечно я бы хотел обратиться вот ко всем кто меня послушает скажите мне пожалуйста какая то пьяная которая оскорбляет мою нацию приехал с новых регионов я так понял из категории ждунов она чем больше русская чем те люди которые реально воюют за Россию помогают тем кто воюют за Россию вот чем они больше русские неужели вы так и не хотите все таки проснуться и понять что если мы будем себя так вести мы расшатаем Россию изнутри и мы ее потеряем Россия сильна только тем что мы едины неужели вы это не хотите осознать и увидеть сейчас идет война между двумя лагерями один лагерь это лагерь сатанистов другой лагерь это лагерь который идет по стезе которая нам не способна Богом так если против нас за нашими спинами такие вещи делают наши враги я больше кроме как сатанистами их называть не могу и понятное дело что даст Бог каждый из них получит по заслугам потому что нашей страной руководит верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин который говорит огромное спасибо Камзану Ахматовичу чеченскому народу за то что мы так стойко стоим на защите нашего отечества буквально недавно вы наверное это все сами увидели но я вам скажу одну вещь знаете как ко мне приехал один блогер мы закинули видеоролик от него отписываются какая-то толпа людей они его объявляют в каком-то совершении преступления в том что он продался это Роман Алёхин потом приезжает другой блогер Женя приехал у него блог крепкое слово матерщинник конечно но факт что приехал ко мне в гости пообщались чай попили обсудили что-то уехал опять страшное дело от него отписывается какая-то толпа людей там они его обвиняют в том что он продался послушайте вы черти так я там на чьей стороне я же за Россию воюю я воюю за Россию я нахожусь не где-то не в каком-то городе не в теплом месте а здесь со своими ребятами и тогда я задаю вопрос вот те люди которые отписываются обвиняют в том что они продались а вы кто вы вообще кто вы предатели вы сатанисты по другому я вас не назову и только поэтому вы нас ненавидите потому что любой нормальный человек который верит в Бога но он не будет с нами враждовать он наоборот нам скажет мужики молодцы давайте идем вместе и мы пойдем вместе это очень важно поэтому всем тем кто обвиняет кого-то всего лишь из-за того что они пообщались со мной в том что они продались я вам всем говорю вы черти фашисты по другому я вас не назову поэтому я вам скажу так пусть Бог рассудит кто из нас есть кто не раскачивайте пожалуйста межнациональную тему пожалуйста не раскачивайте не поддавайтесь вот этой повестке сатанистов которые не смогли победить нас на передовой какие мы воины мы уже доказали противник который собрался вот таким кулаком и поперся на Курскую землю зашел спецназ охмат мы встали на самом тяжелом участке да подтянули потом с нами рядом встали другие подразделения но самый тяжелый участок взяли на себя мы и мы этого противника остановили это очень сильно не понравилось нашим врагам это очень сильно задело наших врагов все цепсо вся вся машина цепсо американские европейские украинские все СМИ они заняты только Ахматом большинстве своем и лично мною ну и наши враги которые у нас в стране сидят на очень разных должностях иногда на очень высоких должностях тоже делают очень большую работу проплачивая большие деньги за то чтобы просто даже хотя бы статью против меня написали против Ахмата вы все очень заняты тем чтобы помочь сатанистам и сатанисты очень заняты тем чтобы очернить нас ну как бы оно не было нам то глубоко наплевать и на тех и на вас потому что мы находимся на священной войне так пожалуйста хотя бы не поддавайтесь провокациям этих сатанистов вы те люди которые наделены какими-то властными полномочиями пожалуйста не поддавайтесь не надо в угоду кому-то просто так сажать ни в чем не повинных людей да они совершили какой-то проступок они решили познакомиться с девушкой они по национальности чеченцы это очень страшное преступление я знаю ну накажите это за то что они совершили вот это преступление если у вас в конституции в уголовном кодексе есть где-то какой-то пункт где надо их за это наказывать если вы нас хотите убедить в том что мы второсортные люди и мы ни на что не имеем права ну извините меня я себя не считаю второсортным человеком чеченцы занимают достойное место в этой стране у нас есть свое место которое мы заслужили своей кровью и своим потом и никому мы не позволим нас помыкать куда-то нет нам лучше умереть всем но помыкать нами никто не будет мы готовы умирать за свою страну мы готовы воевать за Россию и мы не считаем себя второсортами может быть мы не лучше кого бы то ни было но и не хуже и мы не дадим вам такого права и возможности чтобы вы нас вот таким образом по беспределу просто так помыкали куда вам угодно вряд ли у вас это получится я надеюсь что меня услышат а если не услышат ну тогда много законных способов воздействия на тех людей которые занимаются беспределом пожалуйста очнитесь наши враги находятся на другой стороне пожалуйста я вас очень прошу очнитесь наши враги на другой стороне и человек которого поощряли неоднократно за то что он занимается уже три года волонтерской деятельностью человек у которого двое несовершеннолетних детей который не пьет не курит занимается спортом он я не думаю что он хуже чем какие-то ждуны которые на бухую голову говорят такие вещи в адрес чеченского народа и спецназа охват поэтому я надеюсь на то что вы все-таки возьмете объяснение допросите тех людей которые говорят кто там все-таки был виноват и насколько не надо этих людей пугать гнобить говорить что они должны просто так дать показания против чеченцев либо вы их там накажете каким-то образом не надо этого делать вы лучше по закону разберитесь что там если кто-то отправил этих двух аниматоров в больницу то извините меня это не они как говорится должны быть свидетелями этого дела а из-за того что просто познакомились с девушкой попытались познакомиться с девушкой ну хорошо возьмите расстреляйте их никто же не отменял период Берии Сталина втроем там соберитесь примите решение да расстреляйте как чеченцы могли себе такое позволить ай-яй-яй-яй-яй-яй какие они преступники елки-палки к чему мы катимся как вы радуете наших врагов поступает я надеюсь что вы все-таки включите ум и закон а не беспредел свой Раскавказ подписывайся смотри о Кавказе